Здравствуйте. Вот сколько я себя помню, я читаю всякие популярные журналы, книжки, и посвященные тоже, так сказать, оборонной тематике, скажем так. И вот там всегда в таких самых завлекательных книжках всегда есть раздел «Оружие будущего». И вот вы знаете, вот сколько я вот читаю, а уже ведь это полвека, страшное дело, я в таких книжках вот разбираюсь. Так вот, везде этот раздел «Оружие будущего» он примерно одному и тому же посвящен. Какое-нибудь такое «Лучевое оружие», какой-нибудь такой броский заголовок «Луч лазера, луч смерти». Вот уже много-много лет вот всё про это пишут, про луч лазера, луч смерти. И пока, в общем-то, как-то вот лазерного оружия-то, собственно, не появилось. Я что-то не слышал, что где-то оно использовалось по-настоящему, да? Ну, что-нибудь ещё такое рассказывает. Электромагнитная пушка. Да, это значит, с помощью электрического и магнитного полей разгоняется до чудовищной скорости снаряд, который, ну, соответственно, с большущей скоростью летит, сбивает самолёты, пробивает насквозь танки. В общем, страшное дело. И всё это всё в этих вот популярных журнальчиках, популярных книжечках. Всегда это было. Почему так? Почему это вот оружие будущего не меняется? Вот оружие настоящего постоянно совершенствуется, меняется. Появляются всякие приспособления у танков. Вот появилась активная защита у танка, да? Которая на подлёте сбивает там противотанковые ракеты. Появилась, да? Ну, вот это не оружие будущего, это уже оружие настоящего. Оружие будущего всё твёрдо одно и то же. Ну, иногда записывают такие вещи, при этом так вот договорчески сужают глаза и говорят «климатическое оружие» или там «сейсмическое оружие». Не поясняю, что это такое, честно говоря. Вот. А знаете почему? Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что огромный пласт вооружений, который вот за последние лет, ну, 60-70 разработан, он, в принципе говоря, генетически, генетически, ну, вот в смысле информационном, генетически, он весь наследует те идеи, которые появились во время Второй мировой войны. Идеи ракетного оружия, например, так сказать. Они ещё были до войны, но во время войны они очень сильно оформились. Например, что? Управление ракетой по радио. Или, например, установить на ракете телекамеру, передавать, значит, оператору изображение, и оператор будет наводить эту ракету по телекамере. Управление ракетой по проводам. Да-да. Летит ракета, сбрасывает сзади, с катушки, значит, провод, и по этому проводу ракета управляет. Помех устойчиво. Кстати, по этому проводу можно с ракетой какую-нибудь информацию передавать. Ну, например, телевизионное изображение. Кажется, этого ещё не придумали. Вот. Баллистические ракеты. Все так даже придумали во время войны. И даже опробовали. А приборы ночного видения, кстати, тоже появились во время войны. И вот никто их не называет оружием будущего, хотя они очень сильно совершенствовались. Я вам сейчас объясню почему. А первые приборы ночного видения создали немцы уже ближе к концу войны. И вот ночной прицел для немецкого автомата. Помните такой, сказать, Майсер? Они вот так все стреляли раньше в фильмах. В жизни я, к счастью, этого не видел. Так вот, этот прицел, он размещался за спиной у бойца. Он весил, это вся аппаратура, источники питания, все это весило больше 40 килограммов. Представляете, вот такой 40-гилограммовый прицел для автоматика, которая пару килограммов весит. Вот. Он же совершенствовал. Сейчас прицел ночного видения очень маленький и компактный. В чем дело? На самом деле развитие техники идет, военной техники, в сторону микроминиатюризации легче становится. Калибр меньше, а скорость пули больше, да? Вот. Ракетка маленькая, но летит дальше. Вот так вот развивается военная техника. А вот это вот оружие будущего, оно так и остается оружием темного, мрачного военного будущего. Всех благ вам, удачи, до свидания.